На улице зима, зато дома тепло благодаря отоплению. К сожалению, нагревание помещения в зимний период приносит не только тепло, но и сухость воздуха. От атмосферы в доме во многом зависит здоровье его жильцов, поэтому важно поддерживать оптимальную температуру и влажность. Я мама двоих детей, и для меня действительно важно создать правильные условия, адекватные, хорошие, способствующие здоровью, а не наоборот подрывающие его. В отопительный сезон это особенно актуально, и температуру мы стараемся удерживать не более 21-22 градусов. В нашей квартире в отопительное время влажность колеблется от 50 до 70%, и я прикладываю массу усилий для того, чтобы сохранять такой процент. Для того, чтобы поддерживать в доме оптимальную влажность, можно воспользоваться народными средствами. Например, ставить на радиатор банки с водой или развешивать мокрые полотенца и регулярно проводить влажную уборку. Однако эти методы имеют краткосрочный эффект. Если от пересушенного воздуха ощущается дискомфорт при дыхании, то необходимо увлажнить слизистую при помощи морской воды. Такой раствор вполне можно приготовить самостоятельно в домашних условиях. Пропорция следующая. Чайная ложка соли на литр воды. Я делаю на глаз и на вкус. Подойдет водичка комнатной температуры или чуть-чуть теплее. Также такая температура более приятна для носа, для больших носов и для маленьких носиков. Затем флакончиком или пипеткой я набираю до полного и можно использовать. Но есть и вторая сторона медали – сырость. Слишком высокая влажность тоже не очень благотворно сказывается на микроклимате жилого помещения и, как следствие, на здоровье обитающих в доме людей. У нас дома повышенная влажность. Мы это обнаружили так, что у нас постоянно очень-очень сыро. То есть на окнах образуется конденсат. И в углу, угол начинает плесневеть. То есть там появилась плесень. Воздух, пропитанный запахом плесени и насыщенный ее спорами, не самым лучшим образом сказывается на здоровье. Поэтому необходимо уровень влажности в таких домах понижать. Что мы для этого делаем? Мы постоянно проветриваем. То есть проветриваем 2-3 часа в день. Также постоянно протираем окна. Протираем именно вот эту вот плесень, этот угол. Вытираем средством каким-нибудь и влажной тряпочкой. Ну и в принципе, да. Но самое главное – проветривание. Действительно, проветривание – самый простой и действенный способ. Чем чаще его проводить, тем суше станет воздух. Даже если на улице влажность выше домашней, при проветривании в квартире она снижается. Качественный воздух в квартире положительно влияет на самочувствие, помогает избежать хронических заболеваний и аллергических реакций на пыль или на плесень. Поэтому очень важно определить уровень влажности в жилье, а затем поддерживать его в норме.